Добрый день, дорогие друзья, заволжане. Хотел бы пообщаться по поводу спорта в нашем районе Городецком. Алексей, расскажи, как вот этот вид спорта, лыжные лыжи, финансируются за счет района? Лыжи у нас за счет района финансируются очень слабо, можно сказать, никак. Лыжный спорт в районе Городецком у нас за счет только энтузиазма самих лыжников. Хотелось бы, чтобы руководство нашего района уделяло олимпийскому виду спорта больше внимания и всем остальным видом спорта. У нас неплохие традиции. Вот мы сейчас проводим соревнования, посвященные ветеранам лыжного спорта. Ветераны откликнулись и проводят эти соревнования за счет своего энтузиазма. Хотелось, чтобы администрация Городецкого района тоже участвовала в этом и проявляла себя в факте. Спасибо. Пасантиночка, а ты можешь это, Леха, держи, это все. А ты можешь это все, все, уже снимайте. Пасантиночка, а ты можешь это все сказать? Еще бы ты, как ветераный простой житель района. Он был тренер в сборной области у нас в юношеской. Да просто как гражданин района, который любит. Уже, Леша, уже все идет. Как любишь вид спорта, чтобы детей больше привлечь, чтобы массово создать, чтобы вот эти вид спорты. Я вот сейчас смотрю, как бы 500 человек уже приехало на мероприятие, да? Ты-то как вот видишь, чтобы вот эта власть, она сказала, да, это надо развивать, да, это надо выделять на это средства, да, это надо находить в любых ленингах. В Нижегородской области такое отношение к лыжному спорту. Хотя у нас есть призер Олимпийских игр, это Круглов Николай, который сейчас замминистра является. Ну, он бетлонист, поэтому он не лыжник, он бетлонист, и поэтому я только могу сказать, что детский спорт в Нижегородской области всегда... А ближе? А нормально, нормально. На высоком уровне, на высоком уровне, до большого спорта дела не доходили, а на высоком уровне детский спорт всегда был. Но на него внимание, хоть в Нижнем, хоть в районных городах, очень на слабую, я не понимаю, очень слабую. У нас детский спорт, инвентаря, командировочных соревнований, то есть все за счет энтузиазных тренеров и спонсоров. Вот не пойму одно, вот я сейчас посмотрю, бумагу получил, 180 миллионов было потрачено на физкультуру и спорт 2007-2010 год. На лыжи нет, на бокс нет, на другие виды спорт нет. А куда деваются деньги, я не пойму. Я вот депутат района, задаю вопрос, они говорят, на содержание вот этих спортивных комплексов, которые построены. А зачем нам такие комплексы нужны, если они 180 миллионов вытягивают? Комплексы это вообще для растрачивания денег. Нет, комплексы нужны спортивные, но не такие, которые уже построены в 60-40-х годах, правильно? Делают даже новые комплексы, они такие комплексы, не должны ничего там заниматься. А в этих комплексах, нет, Константин, в этих комплексах, которые послал губернатор, это хоть два бассейна, кинотеатр, баллон, ресторан, они содержатся за счет области, они не за счет района содержатся. Вот что проблема. А наши городецкие, все вот эти, мотор в городце, он все за счет муниципалитетных сосетов. И поэтому денег не хватает, и содержание они бросают не на мероприятия, не на мероприятия, а бросают на содержание. У нас есть дети американские, что ли? У нас везде есть. У нас сейчас демократия. При чем демократия? Муниципалитет, он для всех муниципалитет. Хоть для российских детей, хоть американских. Мы же российские. Что бы ты хотел пожелать? Мне пожелать чиновникам. Работать надо по-другому. Чиновникам. Я на рождении. Другой подпись. Увольняк. 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 А кого брать? Кадровой системы нет, да, кстати? Нет. Я бы вот с каждого второго раз тренироваться. Сюда и следствие мешать. Это был житель района, любитель спорта. Тренер области, юноша. Великий тренер. Тренер высшей категории, кстати. Да. Тренер высшей категории. Которого пришел, я могу просто добавить. Которые с пятой школы выгнали. Человек, ты садился, 30 лет, да, Татровой? 35 лет. 35 лет выгнали с таким, можно сказать, позором. Необоснованным. Как, дорогие друзья, на таких людях держится вся индустрия нашей. У нас нету, у нас в Нижегородской области, Андрей, у нас в Нижегородской области единственная область не имеет, как сказать, категорированного лыжного стадиона. Нету стадиона. Башкирия есть, Чувашин, Северский, Кувалик есть ближайший. Москва, везде есть. У нас нету лыжного стадиона. У нас много чего нет. Давайте обратимся к губернатору Валерию Павловичу. А что, шанс был у нас, мы проводили его. Он сказал, я как кандидат, мы сразу в спорт по лыжам. Где он бегал? Он сказал, я вам все построю, до сих пор все строю. Он построил волейбольный комплекс для волейболистов. А лыжникам опять? Да. К сожалению, вот еще хочу сказать за наш район, что в нашем районе все-таки тоже такая природа, такая, такое шикарное море, такая инфинктура есть, и ничего не строится. Строится все, живем как на Бомбеецах, как в Париже. У нас спор держится в футбол, в хоккей. Вот изумрудный. Вот изумрудный. Рядом изумрудный. Мы готовим трассу для лыж. Они нам ее этим активным отдыхом на баги являют, на квадроциклах. Я, кстати, думаю, какой-то чиновник посмотрит это, скажет, да, надо что-то исправлять. Не говоря. Или нам надо объединяться с спортсменом, держаться вместе. Нынешний чиновник ничего не посмотрит. Но надо менять, однозначно. Как говорил мой тренер, заходя в пункт обмена валюты, в жизни надо что-то менять, Андрей, да? Да. Я только говорю, что, ребят, 17-й год, не загорали. Это история. Это Олег. Вот тренер тоже. Если хочешь, переговори. Да. Я еще все-то попою, давай попозже. Попозже. Думаю, в этот поздно нам встретимся.